Привет, бои и скейлты, с вами Кьюбайт. Добро пожаловать на новый ролик о фильмах Марвел, а точнее о переносах. Конкретно это видео без сценария, без подготовленного текста, поэтому я могу запинаться, могу делать паузы, но хотелось бы в формате вот такого короткого подкаста под горячий напиток обсудить с вами четвертую фазу киновселенной, последние новости о переносах фильмов Марвел, которые буквально вот вечером были, это свежак, это не то, что происходило неделю назад, хотелось бы это обсудить в этом ролике. Новые даты фильмов Марвел выглядят теперь так. Черная вдова, 7 мая 2021 года, то есть по факту фильм перенесли на год вперед, хотя изначально там хотели на лето, потом перенесли на осень, вроде осенью он должен был выйти, и теперь это уже реально на год вперед, в 2020 году в мае должен был выйти изначальный фильм. И промежуток уже с последним фильмом, то есть это Человек-паук вдали от дома, уже составляет там больше года, то есть мы уже год не смотрели фильмы Марвел, больше года даже. И еще там надо будет не смотреть, короче, получается очень странная картина, такого еще не было, по-моему, никогда вообще, ну за последние там 10 лет. И самое забавное, самое смешное, что компания Universal, которая занимается франшизой Forsage, она даже со своими фанатами поступила милосерднее в этом плане, потому что когда только начались закрываться кинотеатры, когда вышел, по-моему, еще Bloodshot только, то они сразу, ну это была одна из первых громких новостей, когда Forsage 9 перенесли на год вперед, все такие, вау, нифига себе, и потом уже пошла реально волна переносов, но вот получается в долгосрочной перспективе, что они поступили правильно, да, они воткнули нож в спину своим фанатам сразу, резко, больно и неприятно, но по факту Marvel, они весь этот год, они крутили этот нож в спине, и от этого было еще больнее с каждым новым переносом, с каждым новым там анонсом якобы, это было, конечно, неприятно, но что поделать, на самом деле Marvel здесь, я шучу, конечно, Marvel здесь никак не виноват, виноват только, виновата пандемия и вирус, которые погубили вообще все, все и всех, и поэтому, конечно, фильм перенесли. Что из нового, мы знаем теперь, что первый сериал выйдет, это Ванда Вижн, вместо Сокола и Зимнего Солдата, он должен был выйти после Черной Вдовы летом, но все обломилось, как вы понимаете, и теперь он выйдет пока непонятно когда, но я предполагаю, что или после Черной Вдовы весной, может быть, летом, или до Черной Вдовы, может быть, они так решатся выпустить в начале года. Я не знаю, потому что, ну, очевидно, сериал связан с Черной Вдовой, хотя промежуток там в хронологии большой в таймлайне. Дело в том, что Черная Вдова это после Гражданской войны, то есть по факту это третья фаза, в рамках третьей фазы происходит событие фильма, по хронологии я имею в виду, ну, хотя по хронологии там нет фаз, но вы понимаете, после Гражданки идет, еще там до финала далеко, вот, и Черная Вдова и Наташа еще жива и расскажут ее предысторию, конечно, введут новых персонажей, которые в дальнейшем будут играть ключевые роли в киновселенной. Та же новая Черная Вдова, точнее, Белая Вдова Елена Белова, не знаю, как ее будут называть, Таскмастер, и, конечно, Генерал Росс вновь появится, Громовержец Росс, который станет впоследствии, я надеюсь, Красным Халком, и также он соберет, ну, я думаю, изначально он соберет команду Громовержец, куда будут входить и старые, и новые злодеи, и вот это будет как раз-таки, вот этот момент ключевой, он будет связан с сериалом Сокол и Зимний Солдат, потому что там что-то станет ясно, там он тоже будет играть одну из важных ролей, и эта команда там тоже, я думаю, появится. Короче, сериал напрямую завязан, поэтому они хотят выпустить именно Сокол и Зимний Солдат после Черной Вдовы. Но Ванду Вижен они рискнули выпустить раньше, потому что это идет после финала, то есть это отлично укладывается, и там, по сути, такая немного личная история Ванды, которая не затрагивает глобальные события, хотя, конечно, в итоге будет затрагивать это сиквел Доктора Стрэнджа. Там Ванда будет играть одну из главных ролей, возможно, она сначала будет антагонисткой, потом она станет помощницей Доктора Стрэнджа, то есть напарница, и они вместе будут бороться с глобальной проблемой в виде, там, Мефисто, Кошмара или кого-либо еще. То есть большого злодея наподобие Дармамы из первого фильма. Конечно, от этого далеко не ушел и сериал Локи, который тоже был напрямую связан с Доктором Стрэнджем, но он сейчас... На самом деле Марвел активно занимается всеми своими проектами, если вам кажется, что они переносят, потому что они ничего не делают, нет, они делают, и они активно разрабатывают все грядущие вот эти... Вечные, да, Шан-Чи, да, Черная Вдова, там уже все готово, то есть фильм реально уже готов 100%, его только вот просто откладывают, потому что так лучше будет для фильма самого. Сокол и Зимний Солдат снимаются, Ванда Вижн, видимо, уже на финальной стадии, там, монтажа, добавления эффектов, Локи снимается, все, все, короче, работает, все пишется, все, все шестеренки крутятся, главное только сделать удобные сроки и подготовить все вовремя. Возможно, это даже сыграет в плюс, и фильмы станут, и сериалы только качественнее от этого. Держим, скрестили пальцы, держим кулачки. Следующий фильм, который тоже перенесли, это Шан-Чи, Легенда Десяти Колец, внезапно он идет после Вдовы, хотя изначально должно было быть не так, карты перетасовали, и теперь Вечные выйдут после Шан-Чи, а должны были выйти вроде вообще в феврале 2021 года, ну то есть уже тоже совсем скоро, но перенесли их на, ну ладно, не забегая вперед, Шан-Чи, Легенда Десяти Колец выйдет 9 июля 2021 года, то есть в июле летом следующего года, там наряду с Бэтмен-Жилетом, или нет, или его перенесли, короче, ладно, не буду говорить, я уже запутался в этих всех переносах и датах. Шан-Чи я тоже очень жду, но это опять же автономный, ну по сути автономный фильм, это оригинова история, предыстория и введение нового персонажа по имени Шан-Чи, но также там будет связь, ну как Марвел любят делать, новый персонаж, но концепт, который уже появлялся в киновселенной, именно Десять Колец, группировка, террористическая организация, которая появлялась еще в 2008 году в первом фильме о Железном Человеке, она играла важную роль в этом фильме, и прям отлично ее там показали, эту группировку, потом ее начали сводить на нет, и в итоге оказалось, что там вообще все как-то замешали, я не знаю зачем это сделали, но показали ложного мандарина, возможно был бы какой-то глобальный план, в итоге все зафейлилось, ложным мандарином, подставным актером, там Олд Рич Киллиан появился, но в итоге Кивин Фагги, не знаю, очнулся, и он такой, оу, окей, я что-то делаю не так, и снял короткометражку, где было сказано, что есть настоящий мандарин, и вот его представят в фильме Шан-Чи легенда Десяти Колец, и там покажут глобальную историю, все исправят, и будет все красиво, как в комиксах, а может быть даже круче, а может быть хуже, не знаю, посмотрим, но фильм я реально очень жду, должна быть такая интересная история нового персонажа в киновселенной, тем более в духе старых боевиков китайских, это круто, должно быть, по крайней мере по концепту. Следующий фильм это Вечный, это глобальный спин-офф, масштабный кроссовер, и вообще, не знаю, что-то такая эпопея космическая от Марвел, которая одновременно будет похожа по масштабу на последние, грубо говоря, Звездные войны, но в то же время это очень камерный фильм, как я понимаю, из слов создателей, потому что, да, фильм, очень, кстати, много снято на натуре, без добавления эффектов, ну ладно, эффекты будут добавлены, но без зеленого экрана, то есть много локаций живых, и это офигенно, это здорово, я такое обожаю, я, короче, надеюсь, что будет круто, там, в духе Дюны той же, не знаю, по масштабу сравняться, не сравняться, но буду ждать. Они выйдут 5 ноября, еще раз 2021 года. Также совсем недавно появилась информация от инсайдера Даниэля РПК, который рассказал о том, что это, кстати, уже старая новость, я о ней тоже давно говорил, но она тут добавлена новой информацией, новыми предположениями, о том, что уже существующие герои и персонажи киновселенной Марвел, которых мы видели много раз, знакомы нам уже 10 лет, они предстанут в новом облике, в новом виде, и иначе в сиквеле Доктора Стрэнджа с подзаголовком мультивселенная безумие. То есть, например, как сказано в этом инсайде от Даниэля РПК, Том Круз может сыграть Железного Человека. Опять же, может, потому что это не факт, это просто какое-то предположение. Я всеми руками за. Том Круз обалденный актер, я безгранично его уважаю, люблю. С самого детства миссию невыполнима, то есть Том Круз славится тем, что он подходит к своим ролям очень тщательно и с трепетом. Он уже реально в следующем году в космос летит, это не шутка. Он летит в космос, чтобы снимать фильм в космосе. Он безумный, я его обожаю. Я не знаю, это самый безумный человек, которого я знал. Ну, в смысле, вообще, не лично, а вообще. Было бы круто и лично его знать. Том Круз, я не знаю, я его люблю. Я его готов обнимать при встрече, потому что это крутой дядька, который в свои, там, 50 лет делает что-то невероятное, прыгает и снимается под водой, там, 7 минут, или сколько он держал. Короче, он безумец. Он офигенный. В хорошем смысле слова безумец. Вот. И еще фанаты нашли такую интересную деталь, что Джон Красинский, который якобы разговаривал с Marvel какой-то роли, но ему пророчат, естественно, Рида Ричардса из Фантастической четверки, Мистера Фантастика, потому что он офигенно в это вписывается, плюс его жена отлично смотрелась бы в роли Женщины-невидимки, но, в общем-то, там все отлично вписывается, но не факт, что так будет, это, знаете, Dreamcast есть, но Marvel не факт, что так сделает. Но, тем не менее, вспомнили, что Джон Красинский когда-то же все-таки хотел стать Кэпом, и он тоже проходил кастинг на эту роль, и вот на финишной прямой его обгоняет Крис Эванс и забирает эту роль в итоге, но Джон Красинский теперь получит шанс якобы сыграть Кэпа только из другой реальности, типа, в другом воплощении. И было бы реально обалденно увидеть Тома Круза и Джона Красинский в образах вот таких героев, которых мы уже знаем, только теперь с другими лицами и с другим каким-то подходом, возможно. Короче, я только за такой подход, было бы круто, это ничем не умаляет память о тех героях, что уже были, ни Криса Эванса, это никак не умаляет его заслуги, ни Роберта Дауни-младшего, то есть они есть, они уже отыграли, теперь можно и... Ну, это не значит, что они закрепятся, разумеется, то есть это чисто как камео приятные. В ближайшее время остается только там в конце ноября, в начале декабря ждать Ванда Вижн и смотреть, что представят там, что будут, какие заделаны Доктора Стрэнджа будут там и будет ли там реально камео Бенедикта Камбербэтча в роли Доктора Стрэнджа. Пишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете, какой фильм вы ждете из всего, то что там анонсировали уже, например. Лично у меня это Вечный, это Тор 4, это Доктор Стрэндж 2, но сейчас, конечно, у меня сериалы даже вызывают больше восторг такой, какой-то детский. Это Сокол и Зимний Солдат, это Локи, это Ванда Вижн, которые я прямо очень жду и хочу их посмотреть, потому что я люблю сериалы, ну, я люблю и фильмы, конечно, тоже, но сериалы сейчас захватывают индустрию и хотелось бы посмотреть, что из этого сделает Марвел. Пишите в комментариях вы, пишите, нравится ли вам, может быть, такой же формат, ну, такого формата формат, подкаст, типа разговор, а не записанный сценарий. Пишите в комментариях, поддерживайте лайком и подписывайтесь на канал, чтобы новые ролики не пропускать. Всем пока. Надеюсь, чай удалось допить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова